Вот это, ребята, крупный лещ Вот он и по левую сторону На выходе С ямки Всем привет, друзья 12 часов дня мы выехали На рыбалку Точнее сказать, снять видеоролик Как выглядит щука Либо судак В эхолоте Что я хочу сделать? Я хочу встать на проверенную точку Увидеть там щуку Поймать ее Потом привязать, утопить И пройтись в разных ракурсах Эхолотом, над ней Со стороны слевой, с правой стороны И посмотреть, как она Будет отображаться на эхолоте Поехали! Задача есть, нужно делать Вот то самое место, ребята Где мы в прошлый раз взяли щуку на 3 килограмма И одну полторуху отпустили Чем оно примечательно? Яма забита белью Перекаты Бровы Все та тема, которую любит щука Есть бель, есть брова, есть перекат Выход С мели на яму С ямой на мель Почему не будет щука? Все я вам показал, почему мы здесь встали Теперь у нас есть две палки Первая Dragon Pro Guide X До 42 грамм Это на тяжелый джиг Вдруг щуки не будет Станем судака поищем И это щущая тема Crazy Fish Aspen Steak Это по щуке Для щуки предпочитаю брать мягкие удилки Для того, чтобы отлично отрабатывала приманка по дну И не было особо резких движений Все происходило плавно Судак любит резкость Поэтому для этого Для судака нужен сверхбыстрый строй Чем обладают палки Dragon Ну и в Crazy Также есть своя судачья тема Но сейчас мы будем пытаться взять щуку Палка Aspen Она идет как бы сверхбыстрый строй Но она сама по себе мягенькая И отрабатывает в принципе за 1000 гривен Это отличный инструмент для ловли щуки Обладает броскостью Она не особо звонкая Но для щуки этого и не нужно Вот так вот Тем более на прошлой рыбалочке Друзья, мы ловили судака Кто не видел, обязательно зайдите Посмотрите, вечерний разрыв И щуку на этих местах Так, берем нашу Z Поводку катушечка 0,1 мм Но по поводу поводка, друзья 0,45 мм У нас идет Драгановский флюр Зарекомендовал себя С отличнейшей стороны Я на этот флюр На шестерочку брал Ну конечно Много факторов играет роль Но из того, что я пробовал Драгановский флюр Самый жирный Поводок готов, ребят Прошлый раз у нас Очень хорошо себя Зарекомендовал Вистовский силикон Они поменяли Технологию резины И сейчас резина Обладает более Повышенной крепостью Но в то же время Не теряя свою Эластичность Игра Это в первую очередь Насаживаем на двойничок Резина плавающая И это хорошо Вот так вот, ребят У нас это все выглядит Смонтировано И начинаем Нашу Ловлю Проказницы А ну, все играет Да, друзья Хвостик играет Просто обалденно Поехали Делаем первые забросы Сразу же Настраиваем Фрэкшн Вот так вот В данной катушке В Z1025AX Айз Фракцион Мгновенный Поэтому Подсекаем Немного Попускаем Дабы она не срезала Флюр Поехали Проводку Все мы помним Да Опустили на дно 12 грамм И медленно Волочение у дна В конце Делаем Подбросик Опа Ребятушки Это наша подруга Хорошая Четко У лодочки И пошла Пошла А ударчик Друзья Видели Этот ударчик Смотри Что делает Опа Опа А Zukunft Сquila П�� Фрэкшн Ой 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 Нenden Сquila Кромает я просто кайфую это чего-то нереальное ребят вы видели эту свечу в домике это наша трешечка ребят кайфу еще кто-то звонит чувствует будто да это кайфище мега круто ощущение желаю всем таких ощущений процесс взвешивания дабы нам понимать чего мы будем снимать всем видно 3400 первая часть марлезонского балета состоялась мы четко вышли на нашу наработанную позицию которую мы наработали на прошлой рыбалке стали я вам показывал скрин и в течение 40 минут мы взяли первую нашу щучку вторая часть балета состоится из следующего сейчас мы выходим на территорию чистую территорию от рыбы на глубину в районе 6 метров сейчас поищем привязываем щуку топим ее и начинаем снимать с разных ракурсов поехали все как обычно по порядку и настроение уже приподнятая круто вот ребят смотрите более менее чистая территория никого здесь нет забиваем вот здесь точечку и там же спустим машу пациентку все брата вышли мы на нужную позицию смотрите вот я привязал щуку рядышком привязал груз дабы опустить ее на дно опускаем щучка наши еще живенькая здоровенькая что мы сейчас делаем первый проход над головой у щуки вот она ребят вы видите 1 и 2 это наша щучка я скрин сделал получается я прошел по левой стороне сейчас проходим по правой стороне и так вот она друзья смотрите это щука четко вот это наша подруга делаем ребят первый скрин там где видна щука мы спускаемся с миляка в ямку это четко видно по даунскан вот она наша щука в даунскане отчетливо видно нить и внизу груз который держит щуку на данной на данном скрину видно что щука припадет на от дна второй скрин мы сделали немного вдали от нашей бутылки от поплавка там где привязана щука и краешком луча все-таки нам удалось ее цепануть то есть если вы проходите не полностью над щукой а немножко со стороны будет видно вот такая вот картина в даунскане практически не видно классическом эхолоте принципе можно отличить следующий скрин мы опять таки делаем выход с миляка на яму и видим что наша щука опустилась немного на дно вот так вот красиво выглядит три с половиной килограмма живой щуки под водой даунскане груз нить привязанная щука и классическом эхолоте предположительно лежит на дне здесь мы ребят проходим немного под другим углом также вдоль бровы видим щуку которая прижата ко дну об это об этом нам говорит вот этот вот хост я так понимаю который лежит на дне и здесь аналогичная ситуация и последний друзья проход над головой щуки рисует нам вот такую вот картину это мы выходим на бугор все четко с какой стороны мы не проходили мы всегда отрисовывали щуку в даунскане и отрисовывали щуку в классическом эхолоте вот так вот друзья запоминайте как она выглядит даунскане и классике это щука на три с килограмма при скорости 33 с половиной километра в час вот она друзья скриншот все вот наша подружечка на 800 чистоте ребят немного веселее рисует это четко мы видим и вот она друзья наша подружанька за скриним вот это вот она переходит дело друзья к боковым лучам всем очень больно уж интересно посмотреть как выглядит рыба в боковых лучах потому как мы можем ее найти на расстоянии 20-30 метров без разницы смотрите вот это вот карта я прошел заходил со стороны и вот первый раз я со стороны отрисовал щуку на расстоянии 18 метров но и сам не очень желая того потому как я хотел пройти вот так и когда я вышел на нужный уровень на 87 метров 9 метров у меня нарисовала щуку вот таким вот образом то есть это одна и та же щука просто зашел как бы сказать по полу кругу вот теперь друзья на расстоянии 12,3 метра как показывает нам координаты мы в правом боковом луче можем видеть щуку которая максимально прижата к одну об этом говорит расстояние тени от подсветленного тела вот это вот наша щука она стоит вдоль луча который на лодке и отдает тень таким образом со 100 процентной гарантией утверждается это щука на три с половиной килограмма частота 800 круто видно просто отлично и последний проход у нас идет на левую сторону луча на расстоянии 18 2 метра вот пожалуйста 18 метра мы немного под другим углом видим нашу щуку это наш объект немного прижат при скорости в 45 километров в час мы видим такую щуку если будет 3 километра в час она будет немного большего размера вот как то так щука также прижата к одну и отдает тень немного по другим ракурсом забегая наперед друзья хочу вам сказать так если из не из определенного количества проходов у нас не всегда было щука обнаружено почему вот к примеру если у нас щука стоит вдоль луча мы отчетливо видим черточку то что светится и отдаётся тень от щуки если же щука будет стоять перпендикулярно к лучу мы можем видеть только точечку от которой не будет тени и определить что это щука будет невозможно поэтому если вы знаете что здесь перспективное место вам нужно ее пройти и вдоль и в поперек открываете лучи по 30 метров и вуаля находите щуку вот такой вот друзья эксперимент мы сегодня с вами провели надеюсь вам эксперимент понравился кому понравился ставь лайк если несложно поделись друзьями дабы все видели и понимали хоть как как примерно выглядит рыба в холоде все ребят мы летим рыбачий дальше вам не хвоста не чешуи встретимся в следующей серии пока друзья